Здравствуй дорогой зритель, я решила поделиться с тобой своим мнением о замечательной украинской косметике эльфа. Мне эльфа нравится не только потому что она эльфа и как бы слово как бы эльф да, а я эльфя, но еще и потому что она правда замечательная косметика. Раньше я пробовала только в России вот могла купить, ибо в России нахожусь соли для ванн и пены, но потом как-то у меня пропала такая возможность покупать магазин у нас где-то продавалось как-то закрылся, а где еще бы ее купить я как-то не знала. Но однажды одна замечательная подписчица Алена с Украины решила прислать мне вторую подсылку и в этот раз уже чисто с украинской косметикой. Правда не все 7 предметов я сегодня обозрю, потому что один я все еще никак не открою и не запользую, но те которые я вам покажу, я их уже пользую прилично, ну где-то с неделю наверное, потому что я по-моему посылку получила на следующий день как приехала с деревни, то бишь 9 августа и в общем я думаю что за это время за неделю можно вполне себе познакомиться, даже сутью в том, что сейчас уже ночь, воскресенье, среда, четверг, так, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 10 дней, да? За 10 дней вполне можно познакомиться с косметикой и высказать свое конкретное мнение, уже понять, что это такое и с чем его едят, да? Ну пожалуй приступим. Начну я вот с этого замечательного антибактериального тоника, 0% парабенов и красителей, это у нас доктор Санте, я так понимаю это серия из эльфы, ну как допустим в Гринмаме была бы формула Таги, а тут вот эльфа и доктор Санте, природа инноваций, это у нас как уже написано было, я прочитала, 0% парабенов и красителей, кукумбер, скорее всего, я не знаю что такое кукумбер, баланс, контроль, антивальтериальный тоник, скорее всего возможно огурец, потому что огурец нарисован. Так, матирующий эффект, освежает и успокаивает для нормальной и склонной к жирности кожи. У меня кожа то нормальная, то склонная к жирности, то сухая, короче она такая местами капризная и очень сильно смешанная. Ну и сделан он у нас 21 мая, вот кстати совершенно недавно и сроком до 21 мая, то бишь 18 года он сделан, 20 года у него срок заканчивается, 2 года жизни у него. И в принципе, что у нас тут из заявленного, тоник эффективно снимает остатки макияжа, восстанавливает плаш кожи и подготавливает ее для последующего ухода. Вот кстати действительно эффективно снимает не то чтобы остатки, потому что макияжем я особо не пользуюсь, только лаками для ногтей, и то не всегда, как вы сейчас видите, его нету никакого лака на ногтях. И блесками, помадами или бальзамами для губ. В общем вот сейчас у меня на губах как раз от не знаю какой фирмы, Камел или Камел, красная помада. Красная помада, как тебе я рада. Песенка была такая моей старшей сестре в свое время очень нравилась. Как-то песенка группы, точнее группа принадлежала дочке или кому-то там Макаревича, который Андрей. Но не суть важна, мы сейчас украинскую косметику обсуждаем. В общем экстракт огурца увлажняет, нормализует работу сальных желез. Вот кстати правда, вот все так и есть. Он чувствуется тут аромат. И ароматы вот когда наносите на лицо и просто вот на ватный диск льете, действительно огурец. И вот видно, что я вот, ну вот столько я уже запользовала. Тут у нас вот, я не знаю копию, наверное ее уже не откроешь окончательно. Ну прилично я запользовала, я вам хочу сказать. Экстракт мяты тонизирует, возвращает ощущение свежести. Все так и есть. Входящие в состав активные вещества оказывают антисептическое действие, способствуя чистоте и здоровью кожи. Алантаин увлажняет. Способ применения нанести на спонж и легкими движениями очистить кожу. Перед применением взбалтывать. Возможен естественный осадок. Меры предосторожности. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. И тут кстати состав практически читаемый. И на латинском, и на украинском. Украинский, к сожалению, я не знаю. Но в составе сначала идет вода, потом экстракт мяты, горная кислота, экстракт, видимо, огурца. Если правильно верить тому, что написано, ну, учитывая, что тут огурец, то думаю, что огурца. И дальше бла-бла-бла-бла-бла. Как я уже сказала, в украинском я очень сильно не сильна. В общем, мне что радует, что этот тоник, он и как мицеллянка удаляет макияж, да. И как просто тоник. Я сначала как-то немножко с недоверием к нему первые полтора дня отнеслась. Думаю, ну, вот он только помаду удаляет. Может просто его использовать как тоник, наверное, не стоит. Но он действительно очень хороший. Экономичный. Правда, если лить правильно, то иногда я так наливала, что у меня мимо не только на ватный диск, но еще и мимо проливалось. Но другим ватным диском я, благо, со стола как-то его собирала аккуратненько. В общем, он экономичный, да, его можно потрясти, чтобы не было осадочка. Но осадочек есть, если будет, то понятно, что натуральное. Мне очень раньше нравились какие-нибудь лосьоны в составе с огурцом. Потом я сама делала лосьон с огурцом, спирт или водка и огурец один к одному. Ну и, в общем, тоник матирующий, потому что огурец действительно матирует. Вот мята и огурец это вообще шикарное сочетание. И то, что он еще и матирует, и освежает, и помимо просто тоника удаляет загрязнение, это вообще шик и блеск. Никаких нареканий. Вообще, на самом деле, я сегодня днем написала себе шпаргалку, свои первые мнения, мысли по поводу каждого продукта. Но эта шпаргалка у меня, к сожалению, лежит на столе компьютером, а я тут сижу у стенки с другим компьютером, правда, ноутбуком. В общем, если вы имеете возможность купить себе косметику украинскую эльфа где-нибудь в интернет-магазине, или у вас там рядом какой-нибудь бутик есть, или просто где-нибудь она у вас продается, и там есть серия Доктор Санте, и у вас кожа смешанного типа, нормальная либо жирная, то я вам такой тоник очень советую. Это два в одном. Это и просто тоник, и утром протер личико, и вечером протер личико, и шикарно просто удаляет всякие, даже сверхстойкие, суперлипкие блески. В общем, спасибо большое Алене, и я буду продолжать им с удовольствием пользоваться. Пять с плюсом. Так, сюда поставим. Вы это, конечно, не увидите, но я поставлю вниз. Вот это не менее замечательный крем для рук. Масло кокоса глубокого увлажнения. 10% масел, видимо. Доктор Санте, природа и инновации. Вот тут дерево такое нарисовано. И вот видно, что я его пользовала, да? Когда мне пришла посылка, я его затестила прямо вот, кстати, вместе с тем тоником в видео, то я сказала, что он хорошо даже на ногти влияет. Что же нам предлагает, обещает производитель? В общем, он нам обещает мелким шрифтом. Нежная текстура, мгновенно впитывается, не оставляет на коже ощущение липкости или жирности. Кожа ваших рук станет мягкой, бархатистой, и прикосновения ваших рук невероятно нежными. 75 мл. Кстати, здесь я не сказала, сколько мл, а тут 200 мл. Но учитывая, что, я не знаю, ну, может, 20 мл я его делала. Как-то так. В общем, способ применения, наносить легкими массирующими движениями на чистую сухую кожу рук. Предостережение меры предосторожности. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельной компании. А мне что нравится, что тут по-русски частично в основном написано. Только вот составы надо читать, зная украинский, да? Ну, тут даже, кстати, на арабском или какая-то такая вязь есть. И годен он у нас до 20-го. Марта. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ну, в смысле, до 20-го, до 2020-го года. Увлажняющий крем для рук с нежной текстурой и невероятным тропическим ароматом кокоса. Да, кстати, если вы любите аромат кокоса, то уже вот только поэтому вам этот крем очень даже пригодится. Целное масло кокоса богато питательными веществами. Крем увлажняет и питает кожу. Делает ее мягкой, гладкой, бархатистой. Снимает сухость и шелушение. Кстати, действительно так. Способствует быстрой регенерации мелких повреждений. Действительно, тоже так. Если вы иногда, бывает, порежете пальчик, или у вас есть животное, которое типа кота, которое иногда решит выразить свою любовь к вам, когда вы его гладите царапками по рукам или еще чему-нибудь. Так, снимает усталость и шелушение. Это я уже сухость и шелушение, пардон, прочитала. Значит, мелкие повреждения тоже заживляют. Наносите крем также на ноги, на ногти и кутикулу. На ногти. На ноги я что-то еще не наносила. Но на ногти и кутикулу. Кстати, вот я не зря. Я вот это не прочитала. Я читаю только сейчас при вас на камеру. Вот не зря я тогда намазала. Мне показалось, что вот он прям создан для этого. Он обеспечит уход за ногтевыми пластинами и смягчит кутикулу. В общем, на 10% состоит из натурального масла. Не содержит красителей, парабенов, минеральных масел, вазелина. Эффективно питает и бережно ухаживает. Что я хочу сказать. Вот я просто при вас сделаю еще один такой затест. Уже чисто для этого видео. Он густой, плотной консистенции, но не настолько плотный, как вот, допустим, тот, который я потом обозрю. Он довольно легко и быстро наносится на руки. И практически мгновенно впитывается. И ощущается немножко такой вот, мне кажется, почему-то чуть-чуть вот такого шоколада, кондитерского шоколада. Вот такая глазурь кондитерская, типа как черный шоколад бывает, да? Под цвет черного шоколада. И кокоса одновременно. И я думаю, если его даже отдельно, немножко массировать им ногти, то это вам заменит какой-нибудь воск для ногтей. Если у вас, допустим, нет воск для ногтей, или закончился, или вы хотите приобрести его. Ну, вот не случилось. Но зато у вас есть вот такой замечательный крем от Эльфа, украинской фирмы, серии Доктор Санте, природа и инновации. И в общем, крем, я считаю, два в одном. Отличнейший крем. Можно брать в руки телефон, и он у вас не выскольнет. Можно брать в руки ручку. Вчера тестировала. И она у вас не будет как-то скользить или что-то еще. Никакого дискомфорта. Действительно, очень быстро впитывается. Никакой липкости. И кожа просто суперская, супер себя ощущает. И ногти, кстати, тоже. И даже не надо мазать их никаким прозрачным лаком, чтобы они как бы блестели. Можно их просто замазать вот этим кремом. Немножко массируя пластины ногтей. В общем, очень хороший, классный, шикарный крем. В принципе, я считаю, что экономичный. Хоть я там и выдавила всего его дофига. Ну, я его, в принципе, пользую. Спасибо снова большое, Алене. И тоже снова 5 с плюсом. В общем, советую вам, если у вас сухая кожа рук. Кожа рук склонная к сухости. Супер сухая кожа рук, если у вас какие-нибудь повреждения или типа того на руках. Или же просто вам хочется крем для рук, но вы не знаете, на чем остановить свой выбор. Пожалуй, я продолжу вот с этого уже крема. Это у нас тоже Эльфа. Ахербал серия. И Лаванда. Ноль парабенов, силиконов и минеральных масел. Тут у нас уже 50 мл. И он у нас до мая 19-го года. До 13-го мая 19-го года. 98% натуральных ингредиентов. Здесь у нас по большей части написано на английском, либо украинском. Но с украинским я не особо сильна, как я уже говорила. И состав у нас тут на латинском. Но состав, что хочу сказать, тоже довольно неплохой. Эльфа-лаборатория, лаборатория, Украина. И, в принципе, вот именно про него я говорила. Кстати, хорошая такая крышечка. Крепкая. Напоминает крышечки вот это по форме. Крема и фраше. Из последних. Вот последние у них года 2-3 так выпускаются. Я, конечно, уже мазала руки. Можно, конечно, помазать ноги. Но я так не загну ноги. У меня штатив рядом совершенно стоит. Я просто покажу вам немножко вот этот крем. Он очень плотный и густой. У него такая консистенция. Но так как у нас уже намазаны руки, я просто снова помажу локоть. Потому что, кажется, в том обзоре я тоже мазала или локоть, или руку, или как-то так. Он чуть более плотно ложится на руки, на кожу рук. Может быть, из-за того, что он супер плотный. Мне кажется, он дошел бы, наверное, даже на зиму. Вот чисто лаванду я там особо не ощущаю. Но чем-то таким довольно приятным пахнет. И вот он точно так же довольно быстро впитывается. Кожу хорошо увлажняет и питает. И никакие телефоны, смартфоны, ложки, вилки или что-то еще из рук у вас не будут падать, если вы вдруг намазали руки кремом этим. И решили что-то такое взять, что обычно падает из рук. В общем, тоже очень хороший кремик. Я тоже буду его с удовольствием и дальше пользоваться. Может быть, даже положу к себе в сумочку. И видно, что я его тоже попользовала. Ну и, в принципе, я всем довольна. Может быть, конечно, я ему не пою такую воду, как кокосу. Просто у меня какая-то такая отдельная нежная любовь к кокосовым вещам. Но он тоже очень довольно неплохой. Ну, в общем, нанести на лапки. Легкими массажными движениями. Взолбить их в эти лапки. Это я легкий такой перевод с украинского на русский делаю. В общем, дата изготовления. 30 месяцев, короче, до нужной даты или после нужной даты. Наверное, все-таки до нужной даты. А вот, кстати, я нашла даже на русском. Просто очень мелко написано. Русский питательный концентрированный крем для рук с экстрактом лаванды. Способ применения. Нанести небольшое количество крема на кожу рук. Втереть легкими массажными движениями до полного впитывания. Ну, и опять же, предупреждаю, что если у вас есть дуальная переносимость, то, пожалуйста, не изюзайте этот продукт. И срок годности смотреть на спайки тубы. Эльфа фарм. В общем, крутой, хороший крем. Тоже очередная, опять с плюсом. И тоже снова спасибо большое, Алёя. И тоже снова всем советую. Даже можно его брать просто вот, ну, вам хочется что-то с собой взять. Да, вот в дорогу едете куда-то, идёте на работу, чтобы у вас просто в сумочке был кремик. Купите такой кремик. Пусть он будет в вашей сумочке. Мало ли чего. А теперь я хочу поделиться с вами мнением и восторгами от этой шикарной гигиенической помады. Это у нас Fresh Juice. Джюсу. Джюсу. Черри. Вишня. Не помню, как на японском вишне, честно. Но у нас украинская в этот раз косметика. Гигиеническая помада с вишенками. Что у нас тут написано? Гигиеническая помада черри. Вишня. Способ применения нанести на губы. Правильно, куда же ещё её наносить? 3,6 грамма. Сделана она в апреле этого года и до марта 2020. То бишь 2020. Я её уже так приличненько поюзала. Потому что она такая была чуть выпухлая. И такая там была немножко такая вот полукружиком. Полусферикой такой. В общем, вот такой вот стик. Вот, слушайте, пахнет конфетой-помадкой, если бы она была вишнёвая. А ещё пахнет такими вот карамельками. Вот типа мечта, фея. Вот если бы они были вишнёвыми. Ещё бывают такие карамельки вишнёвые. Правда, я очень редко им карамельки. Только когда в деревню их приносят. Или у кого-нибудь в гостях бываю. Правда, в этот раз купила себе и мечты, и ещё каких-то типа бубенчики. Да, вроде бубенчики. В общем, очень легко наносится. На губах приятное ощущение. Никакого вкуса у него нет совершенно. Хотя запах у него крутой. Нет желания, что вот иногда бывают такие бальзамы для губ, что нанесли и там вышли на улицу, пришли домой. Так хочется его смыть, не поверить. Оно настолько. Вот бывают такие же тоже не очень приятные помады для губ или блески. А тут ничего подобного нет. Ни липкий. Никакого вкуса. Скажем так, прозрачный. Хоть он вроде как и такой вот розовенький. Да, действительно хорошая, даже не хорошая, отличная гигиеническая помада. Я её использую и как просто гигиеническую помаду. Вышла на улицу в мусор выкинуть, на береге прокатиться. Или просто даже дома её использую, что мне кажется, вроде что губы надо увлажнить. Хорошо увлажняет. Использую под какую-нибудь помаду, которая сухая до жутки. Или просто под помаду. Ибо так вот хочется, чтобы она не столько яркая была. Потому что если помаду некоторую наносить поверх бальзама или гигиенички для губ, то она как-то более мягким цветом становится, скажем так. И он ещё мне напоминает бальзам для губ, который мне Лёлька из Тюмени присылала из Таиланда. Тайский вот такой зелёненький салой. Вот тоже примерно та же консистенция. Правда, этот удобнее наносить, потому что он в таком вот стике. Но и они такие оба похожи на конфетку. В общем, очень классная гигиеническая помада. Я не знаю, знала ли, Алёна, что я люблю вишню, или я уже много раз везде говорила. Ну, короче, она очень угодила с этой вишней. И Эльфа тоже. Эльфа, спасибо тебе, что ты выпускаешь гигиеническую помаду с вишней. Тут, конечно, наверное, где-нибудь там состав есть. Я его даже читала до того, как заснять видос. Ещё, может, даже вчера. В общем, вначале идёт масло какое-то. Что-то такое. Масло сои. Вот это я поняла. Ещё что-то. Ещё какое-то масло. Масло макадамии. Это у нас уже четвёртое масло. Получается что-то ещё, что-то ещё. И касторовое масло. Какие-то растения неведомые мне. И шестое какое-то масло. Так. И вроде бы всё. Ну, как минимум, короче, тут шесть масел. Помимо всяких астрактов. Очень хороший состав. Мне ещё нравится то, что там первое стоит именно какое-то масло. А не там парафин. Или ещё что-то. В общем, очень классное. Тоже пять с плюсом. Вы это тут не думаете. Ну да. Тут не будет минусов или ещё что-то. А я думаю, тут у всех будет пять с плюсом. Никто не будет обделён. В общем, очень классная гигиеничка. Если вы не знаете, на чём остановить свой выбор. Опять же, попробуйте, пожалуйста, вот такую гигиеническую помаду. Я, конечно, не знаю. Может быть, в серии фреш-джус есть помимо... Может быть, что-то ещё помимо вишни. Если есть что-то помимо вишни, какой-нибудь другой фрукт, который вам больше нравится, чем вишня, то, пожалуйста, покупайте что-то иное. Вот такое. Спасибо, Лёня. Нам не понравилась очень эта гигиеничка. Ну и вот такая парочка. Больше всех заюзанная. Шампунька. Я сначала про шампуньку поговорю. Эльфам. Фарм. Шампунь. Для нормальных, я так понимаю, волос. Ах, Эрбл. Серия. И тут у нас листик. Ну, не то что листик, веточка берёзы. Ой, у меня тут из-за того, что я так часто её юзала каждый день. Практически. Всё вот тут стёрлось. Хотя там было, по-моему, на украинском и очень мелко. Ну, поэтому я ничего вам сказать не смогу. Помимо того, что тут 75 мл. И до 27 мая 2020 года у неё срок годности. И она, ну, вначале идёт Аквам, в смысле вода. Я не очень поняла, концентрированный он или нет. Хотела сначала спросить у Алены перед тем, как пользоваться. Но как-то так и забыла. В общем, очень классный шампунь. Единственный, конечно, минус. Или это плюс, не знаю, может потому, что у меня жирные всё же волосы. И, конечно, хоть как-то дело, я-то думала, что, может, они уже изменились. Изменили мне, изменили свои жирности и стали менее жирными или что-то так. А его хватает ровно на сутки. Вот утром помыл волосы, к вечеру они ещё как бы нормальные. Если, конечно, ничего такого супер жирного не лопать. Или там ещё как-то не быть. Кстати, вот это сделано в Польше. Не знаю почему. Может быть, какой-то филиал в Польше у них есть, у этой эльфы. Вот именно этот шампунь сделан в Польше. Короче, он прозрачный практически. Да, вот он прозрачный такой вот, хоть это зелёный пластиковый пузырёчек. У него очень такая вот тугая крышечка, но довольно удобно открывать её. Не так, как вот, допустим, некоторые вот гели и фраже пошли. Что там как угодно открываю. Я некоторые гели открываю уже полотенечком. Потому что, ну, больно пальчиком. А так не подцепить. В общем, хороший такой дозатор. Можно чуть-чуть вылить на волосы и нормально будет. Можно чуть побольше вылить, тоже нормально будет. Я им пользовалась, короче, и чисто им самим. И в паре вот с этой прелестью. И даже вот им самим. И потом ещё с маслом DAF для волос, который мне тоже Алена подарила ещё первой посылке. Но так как у нас сейчас разговор об эльфа, то про масло DAF я ничего не скажу. В общем, пышные, хорошо вымытые, аж скрипят волосы. Очень нежный, приятный аромат, когда моете голову. Вот прям ощущается кожей головы, волосами, самими собой. Ну, что-то такое знакомое вот было в Эфраше. Из серии Хамам или как-то так. Но я не могу понять, что именно. Что за экстракт или что там такое. Аромат какой-то. Здесь я читаю, но тут у меня наполовину заклеено, наполовину непонятно. Но, вот что хочу сказать. На волосах никакого запаха не остаётся. Вообще никакого. Просто чистые, свежие, вымытые волосы. Пышненькие. И, в общем, он мне очень понравился. Я вот только не поняла, это вот такой походный вариант 75 мл. Или они реально вот так выпускаются. Ну, очень классный, хороший шампунь. Единственное, что на каждый день. Вот чисто зажирных волос на каждый день. Не знаю, может быть для нормальных волос. Вот. Вообще, как люди с нормальными волосами. Сколько раз в неделю вы водите свои волосы. Или в месяц. Ну, и тут тоже без SLE, SLS, силиконов и какой-то ещё хренотени. Очень классный, хороший шампунь. С удовольствием его допользую. Тут он ещё чутка остался. И он, да, действительно такой. Может быть он всё-таки концентрированный. Я вот завтра специально попробую на ладошке его развести. Когда буду голову мыть под бушиком. И вот это замечательно. Одна, вторая, вторая, вторая. Это из этой парочки. Бутылочка. Тоже Hairball, соответственно, эта серия. Alpha. И это у нас кондиционер. Для объёма, для волос. Ну, в смысле кондиционер, придающий объём волосам. Тут у меня тоже, к сожалению, всё нафиг стёрлось. И его осталось примерно, так. Нет, его осталось чуть побольше, чем шампунь. Потому что я иногда пользовалась просто шампунем без него. Иногда его наносила много. Потому что мне казалось, что я нанесла мало. Иногда я наносила его средне. И оказывалось, что нормально. И когда там ещё была эта бумажка, я поняла, что нанести. И там буквально чуть ли не через минуту или смыть. Я даже какое-то время его чуть подольше держала. Около 50 минут пару раз. Минус или плюс, не знаю. Волосы после него дольше сохнут. У меня волосы также долго сохнут, когда я их после шампуня окачиваю каким-нибудь отваром трав. Вот с ним точно так же. Ну, несколько, ну, на полчаса дольше эти волосы сохнут. В смысле, мои волосы. Но они пышные, мягкие. Вот тоже после него, когда смываете, волосы поскрипывают. Но не так, что совсем скрипят, что уже непонятно как. Бывает, что скрипят, и надо там чем-то их, что-то с ними ещё сделать. А бывает, что скрипят, и очень даже хорошо. Вот я пользуюсь просто шампунь и вот этот кондиционер. А ещё иногда после того, как волосы вымоем, перед тем, как их расчесать, немножко масло ДАП туда использовала. Ну, как мне объяснила Алена, капельку на щёточку и на волосы. И, в общем, тут у нас с Арникой. Арника в составе. И там березов тут Арника. А аромат был примерно одинаковый. Одинаковый. Точнее, даже, мне кажется, одинаковый аромат. Но я не могу понять, чего такого. Короче, очень классная вещь. И вообще написано было, что нанесли на руку и на волосы вот так вот. И распределили. Я действительно вот так наносила, и вот по всей длине волос. И оно как-то так вот похоже, с одной стороны, на очень густую маску. Да, кстати, у него не то, чтобы жидкая, не то, чтобы средняя, не то, чтобы сверхгустая консистенция. Вот в Гриноми одно время были такие шампуни, и у них экоцепты. У них были очень густые бальзамы для волос, которые даже из тюбика было совершенно не достать. Ну, никак. А здесь он как бы густой. Но не настолько густой, что вот уж совсем никак. Так, тоже такая же тугая крышечка, но довольно удобно открывается. Небольшая такая дырочка. И вот, ну, все-таки очень классно пахнет. Ненавязчиво, нежно. Можно даже даже такой тихий запах, но очень вкусно. Такой нейтрально вкусный запах. Если у вас нормальные волосы, то я вам советую этот нейтрально вкусный запах в виде шампуня и кондиционера. Даже если у вас жирные волосы, и вы моете их все равно каждый день, то я вам тоже это советую. И что еще хочу сказать. В общем, иногда вот бывает какой-нибудь бальзам наносите, и вот можно массировать, там еще как-то тут нанесли. И оно как будто бы вот не надо уже вот там поднимать волосы, или еще как-то, или вот так делать, да, или массировать. Ощущение было, что вот он полностью как бы пропитывалось, хотя вот только верхний слой наносила. И когда я смывала, оно действительно было как бы будто не в какой-то пленочке, или в чем-то таком, будто оно везде вот это все есть. И смывается без особого напряга, и вообще, я вот первый раз с чем-то подобным сталкиваюсь, но мне нравится. Оно очень классное, хорошее, интересное. И тоже, конечно же, пять с плюсом. В общем, вот такой у меня был обзор, мое мнение о косметике Эльфа, о ее продуктах. Я совершенно не жалею, что я с ней еще поближе познакомилась. Ну, раньше я думала, что не пропускают только соли и пены для вас. А оказалось, что вот сколько всего. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Не то, чтобы вы меня порадуете, но хотя бы ради Эльфа, само это слово. Ну и спасибо, конечно же, Алене большое-пребольшое за эту возможность протестировать такие продукты. И всем спасибо, и всем пока!